В соответствии с поручением президента, впервые правительство Российской Федерации, Государственная Дума Российской Федерации распределила весь объём финансовой помощи субъектам Российской Федерации. Мы эту тему с вами обсуждали. И до второго чтения была нераспределённая значительная часть средств. Вот на сегодняшний момент мы эту тему закрыли. Вернее, правительство закрыло. Значит, это, безусловно, связано с изменением основных параметров по доходам и расходам, которые были внесены администрацией области. Значит, это всё оформлено поправками. В чём смысл? Доходы областного бюджета в целом увеличиваются в 2018 году на 632 миллиона рублей, в 2019 на 964 миллиона рублей, в 2020 году на 687 миллионов рублей. То есть где-то около 2,5 миллиардов рублей общий рост доходов на трёхлетний бюджет в результате распределения всего объёма финансовой помощи в виде субсидий. Расходы областного бюджета также изменяются в том же объёме. Куда они направляются? Какие средства дополнительно распределены правительством Российской Федерации? Это очень актуально. На сельское хозяйство дополнительно 302 миллиона рублей в 2018 год, в 2019 год 273 миллиона рублей и 235 миллиона в 2020 году. На физкультуру и спорт 200 миллионов рублей. В 2019 году 119 миллионов рублей. Но это практически тот фок Судогде, физкультурный ледовый дворец в городе Судогде. В результате поправки во второго чтения, которые разрабатывали с участием Законодательного собрания, эта поправка была принята и вошла в основной закон о федеральном бюджете. На культуру увеличили на 107,2 миллиона рублей. В 2019 году 162 миллиона. Здравоохранение 59,2 миллиона рублей увеличение. На лесное хозяйство. Это мы выполняем полномочия федеральные. Это субвенция. В начале ее действительно было недостаточно даже до содержания леса авиаохраны. В результате второго и третьего чтения эта ситуация была поправлена. На лесное хозяйство дополнительно выделено 58,9 миллиона рублей. И по передам полномочий в области ЗАГСа. Это тоже переданы полномочия федерации, которые мы осуществляем за счет средств субвенции. Расходы тоже увеличены на 3,4 миллиона рублей. На образование. Расходы увеличены и распределены в сумме 503 миллиона рублей. Кроме того, в 2019 году предусмотрена строительство школ в Кольчугинке и Собинке 348,7 миллиона рублей. В 2020 году 386,9 миллиона рублей. Таким образом, расходы на 2019 года с учетом поправок составят 52,067 миллионов рублей. И объем дефицита областного бюджета не изменится. Это муниципальный объект. Реализуется не по программе образования, а по программе жилища. В местах массовой застройки город Владимир заявился на строительство школы в микрорайоне 8 ЮЗЭ. В 2014 году разработана ПСД проектно-сметная документация. В 2015 году вошли в программу жилища. И в 2015 году по федеральной программе жилища и по из областного бюджета город Владимир получил в полном объеме, провел торги, заключил контракт. Все это делала администрация города Владимира. В полном объеме получил средства в размере 582 миллиона рублей. То есть практически вопрос финансирования был снят. Финансируй, работай, все нормально. Но кончился 2015 год. Практические освоения средств не было. То есть, грубо говоря, оценивать как хотите. Город Владимир в 2015 и в 2016 году в январе вернул эти деньги в федеральный бюджет. Учитывая потребность все-таки в школе в реализации мероприятий и жилища, Министерство жилищно-коммунального хозяйства возвратило деньги городу в полном объеме. В полном объеме возвратило деньги городу. В соответствии с постановлением правительства, такой возврат может осуществляться один раз за все время строительства школы. Один раз. Обратите внимание, в 2015 год в 2016 возвратили. Однако, в январе 2017 года областная столица вернули 450 миллионов рублей в федеральный бюджет. Таким образом, достройка школы легла бы целиком на плечи городской администрации. Муниципальные объекты, они обязаны его были досраивать. Естественно, этих денег у них не было. Они не предусмотрены ни в бюджете. Естественно, они просто превратились бы в долгострой, и неизвестно, когда дети могли бы идти в эту школу. Просто неизвестно. Это я не даю оценок никому. Просто говорю о ситуации, как развивались события. Светлана Юрьевна Орлова вышла в правительство Российской Федерации, подчеркиваю, из резервного фонда правительства Российской Федерации, в федерации 350 миллионов рублей, мы получили на достройку этой школы. Но разницу видите, да? Почти 100 миллионов рублей в мае месяце этого года, уточняя областной бюджет. Мы дополнительно из областного бюджета, по сути дела, выделили на функции областного центра эти деньги. Откуда мы их взяли? Они действительно были распределены законом трехлетнего бюджета в 17-18 годы. Помните, да? Мы с вами приняли осознанное решение, чтобы не бросать этот долгострой, не ставить жителей города Владимира в ситуацию, ну, мягко говоря, безвыходного положения. Мы приняли это решение. Да, ущерб другим муниципальным образованиям тоже. Это правда. Вы должны отчетливые глаза друг к другу и говорить, и давать оценки. И сегодня, самая главная задача, я уже подхожу к концу. Этот объект должен быть сдан в этом году, другого нет. Если эта ситуация будет выполнена, в том числе и с учетом работы администрации города Владимира, я думаю, что мы к этому вопросу вернемся. Ну, и теперь, чтобы не было спекуляций. Значит, в областном законе о функции областного центра написано не финансирование, а участие города в государственных программах. Нет ни одной государственной программы, в которой бы город не участвовал, как областной центр. Причем, как вы видите, в значительно больших объемах, чем другие муниципальные образования. По благоустройству, также Лидия Филипповна подтвердит, где-то порядка 60 миллионов рублей из средств федерального и областного бюджета. Город Владимир в этом году получит на благоустройство тоже. Ни в каких программах областных город не ущемлен. Единственная проблема, которая сегодня сложилась, я вот даже совет, я вижу, здесь присутствует, конечно, неплохо бы, чтобы они рассмотрели хоть у себя. Ну, какой-то депутатский контроль должен быть за таким важным объектом. К сожалению, пока я не могу сказать, был он, не был он. Но, наверное, не надо стоять в стороне от этого вопроса. Это действительно касается жителей. Областная администрация сделает все, чтобы дети могли учиться в нормальных условиях уже в следующем году. Но, извините меня, вот такая вот работа. За нехалатность нужно какую-то нести ответственность. Правда? Не бывает по-другому. Выплата ежемесячного пособия на третьего ребенка. Увеличение контингента. Кто бы что бы ни говорил, но демографическая ситуация поправляется. И если рост числа этих детей, да, естественно, нам нужны за ними и средства на выплату этих компенсаций. Здесь мы тоже самое увеличиваем эти средства. Эти средства, а также осуществляем тех детей, которых не только за счет федерального, но и за счет областного бюджета в целом. Ну, расходы мы увеличиваем на эти цели, только на эти цели, до 68,5 миллионов рублей. Ну и, безусловно, как мы говорим, растет число получателей. Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения. Это тоже наш областной закон. В семье, я напомню, сумма 619 на 1000 рублей за счет субвенции с федерального бюджета и в связи с увеличением получателей на 17 человек их увеличилось. То есть закон работает, люди берут детей на попечение. Таким образом, это также требует дополнительных затрат. Ну и, безусловно, самая проблема, если по областной категории мы решаем лекарственными средствами в пределах отрасли за счет перераспределения, то на обеспечение федеральной категории льготников лекарственными средствами нам выделено 8,3 миллиона рублей субвенции с федерального бюджета. Ну и выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях в сумме 54,8 миллиона рублей. Вот та программа, которой занимались на территории области, строили детские сады, дети их посещают, но у нас есть одна функция, которую мы не должны забывать. Родителям мы часть родительской платы, которая платит содержание детей, мы компенсируем из бюджета. И в связи с тем, что количество этих детей у нас тоже увеличивается, таким образом увеличивается и объем потребных средств. Ну и содержание ребенка в семье опекуна и в приемной семье мы тоже увеличиваем на 13,8 миллиона рублей в связи с тем, что фактически мы здесь увеличили с вами расходы. Просто помните, да, мы с 18,3 тысяч до 19,8 тысяч рублей увеличили в приемную семью и с 7,8 до 9,4 тысяч в семье опекуна. Ну вы знаете о том, что в 2013 году администрация Владимирской области заключила соглашение с правительством города Москвы, и правительство города Москвы участвует в решении ряда задач, которые связаны в первую очередь с тем, что москвичи имеют привычку усилиться на нашей территории, они пользуются нашей социальной инфраструктурой, нашими дорогами и прочими вещами. Ну вы помните, Москва уже выделяла деньги на ремонт дорог в этих зонах, выделялись средства на скорые помощи, выделялись другие. Другая была поддержка, и в настоящее время 286,2 миллиона рублей выделили по соглашению на развитие инфраструктуры области. Куда они направляются? 111 миллионов рублей строительство и капремонт школ. Из них 40 миллионов рублей реконструкция школы в Петушках, 66 миллионов капремонт двух школ в Киржаче, 5 миллионов рублей на разработку ПСД и строительство зданий школы в городе Александрове. 127,8 миллиона рублей на строительство объектов спорта, из них 80 миллионов на крытый каток в Александрове, 40 миллионов на фок в городе Петушки, 7,8 на фок в городе Киржаче. 40 миллионов рублей на строительство блочно-модульной котельной в поселке Городище. Кроме того, из резервного фонда президента, вы знаете, выделены дополнительные средства тоже на эти цели. Главное это 45 миллионов гусь, медицинское оборудование центральной городской больницы, 28 миллионов рублей приобретение оборудования учреждения культуры и 5 миллионов рублей текущий ремонт зданий учреждений социального обеспечения и 2,2 миллиона приобретения тренажеров и спортивного контрольно-измерительного оборудования. Это как бы вот то, что сегодня мы имеем на сегодняшний момент. Но это не всё. Дело всё в том, что правительственная комиссия, правительственная комиссия и трёхсторонняя комиссия Госдумы Совет Федерации и правительство Российской Федерации подвели от той итоги и сделали оценку социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. В Владимирской области присвоено 14 место в этом рейтинге развития. 13 место из ЦФО только Липецкая область. В 20-ке ни одного больше субъекта ЦФО нет. Расширили этот показатель до 40 субъектов. Так вот, в 40 субъектах из ЦФО ближний к нам только Московская область. Ни одна из других категорий тоже там нет. Значит, сумма гранта. Вот теперь говорят, а что это такое? Сумма гранта 462 миллиона рублей. Вот когда мы говорим оценка, это не какой-то там рейтинг забумажный и прочий. Когда за оценку платятся реальные деньги, реальные гранты, понимаете, да? То, наверное, эти вопросы взвешены, наверное, они оценены, наверное, всё сделано как положено. Ну, я думаю, что в следующее уточнение бюджета, после того, как реально мы эти средства получим, мы, наверное, с вами будем советоваться, как мы с вами будем использовать их по назначению.